Для Геннадьевича вообще бывает, что мужчина имеет хороший характер, женщина имеет хороший характер, и у них сразу всё более-менее нормально складывается в жизни. Бывает, но в наше время очень редко. Почему? Потому что сама культура, в которой мы живём, не способствует развитию Личности. Допустим, если бы люди с детства работали над собой, если бы в школе нас учили не математики, физики, химии, а учили, понимаете, человек до 11 лет, до полового созревания должен развивать в себе характер, он не должен осваивать слишком много дисциплин, он должен работать над характером, он не должен заниматься развитием умственной деятельности, как это требуется от детей. Даже можно видеть, что дети не склонны к этому. В раннем детском возрасте, до 9 лет, им вообще очень трудно всё это изучать, всякие химии, физики, математики. Но они склонны развиваться как Личности. У них есть какая-то склонность пытаться понять, как правильно себя вести, то есть как отношения, они смотрят на отношения родителей в это время. И дети должны нравственно развиваться до полового созревания. Потому что после полового созревания у ребёнка уже нет возможности развиваться нравственно. Половая энергия настолько сильно начинает действовать на психику, что человек в этом возрасте, если он не окреп до полового созревания ребёнок, не окреп психически, не стал стойким внутренне, то ему очень трудно справиться с половой энергией, и у него начинается вот эта болезнь, болезнь, которую мы называем болезнью teen age или переходного возраста. Ну то есть болезнью, в котором девочки худеют, пытаются худеть, ведут себя очень капризно, пытаются быть независимыми от родителей, они хотят ходить на дискотеки, общаться с мальчиками. Молодые ребята наркотики употребляют или начинают пить в молодом возрасте, или хотят уже с 13 лет сексом заниматься. Ну то есть это означает недоразвитость, понимаете, недоразвитость. Молодые люди развиваются недоразвитыми нравственно, и поэтому, соответственно, карма обостряется плохая, усугубляется. Характер становится ещё хуже, в этом критическом возрасте он ещё больше портится. Он и так не развивался в детстве, его никто не развивал, а так как начинает половая энергия очень сильно действовать, у ребёнка ещё сильнее он начинает портиться. И поэтому мы по факту, культура, наша цивилизация, она идёт вот к этому усугублению отношений, когда уже люди вместе, понимаете, когда человек один живёт ещё...